3 февраля в Китае начались торги. На биржах после перерыва на новогодние каникулы. Индексы упали на фоне вспышки коронавируса, показав самое резкое снижение с 2015 года. Ситуация ожидаемая, поскольку усугубление ситуации внутри Китая с распространением вируса приводит по цепочке к остановке многих производств, к невозможности возобновить производство после новогодних каникул, которые были в Китае, в связи с тем, что люди не могут перемещаться из одного населенного пункта в другой. Плюс к этому сокращается спрос на китайскую продукцию за пределами Китая. Данная ситуация также повлияет на мировую экономику, так как Китай является крупнейшим экспортером товаров и вторым по величине импортером услуг в мире. Проблемы в экономике Китая затронуты Россию, ведь именно она поставляет в Китай значительные объемы сырья. Если производство в Китае будет останавливаться, то тем компаниям, тем странам, которые активно торгуют с Китаем, тоже придется сокращать производство, сокращать экспорт в Китай. Это приведет к соответствующим потерям. Не таким значительным, как для Китая самого, но, тем не менее, тоже можно ожидать замедления в целом мировой экономики и, в частности, это может быть ударом и по российской экономике. Рубль немного ослаб по отношению к мировым валютам. Но поскольку основные рынки становятся крайне нестабильными, сложно спрогнозировать курс рубля. На рубле эта ситуация может отразиться неоднозначно, поскольку одновременно включились факторы и действующие в сторону повышения курса рубля и в сторону понижения курса рубля. Частично эта ситуация уже отразилась на рубле. Рубль несколько подешевел по отношению к основным мировым валютам. Это было связано, в первую очередь, со снижением цен на нефть, которая, в свою очередь, тоже была отчасти спровоцирована эпидемией в Китае. Ожидается, что общий эффект от распространения вируса будет сопоставим с торговой войной, так как он вызывает те же ограничения по поставкам продуктов и услуг для Китая и взаимодействующих с ним стран. Эльвира Зорина, Фарид Захитаглы, Универньюс.